Несмотря на явную неисправность системы аварийного оповещения, все продавцы крупного торгового центра поторопились покинуть свои рабочие места. Отработку чрезвычайной ситуации начали сотрудники оперативных служб. Пожарные и скорая помощь приехали на предполагаемое место происшествия в считанные минуты. Сотрудники полиции также заняли свои позиции. Сотрудники полиции у нас осуществляли оцепление и недопущение посторонних на территорию проведения мероприятия. Сотрудники скорой помощи и пожарные обеспечивали безопасность в случае, если такая необходимость возникла, тушение пожара и оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Затем к обходу приступила инженерно-техническая служба ОМОН в сопровождении служебной собаки. В период новогодних и рождественских праздников сотрудники ФСБ, под чьим руководством и проходила операция, уделяют особое внимание антитеррористической безопасности объектов массового скопления людей. После того, как Ищейка проверила каждый угол, в помещение разрешили войти изрядно промерзшим продавцам. Несмотря на доставленные неудобства, они понимают необходимость таких учений. Конечно, нужны. Для чего? Для безопасности нас и людей, которые к нам приходят. Взрывное устройство не обнаружено. Оперативным службам дали отбой. А вот руководству торгового центра рекомендовали наладить работу системы оповещения, чтобы в случае реальной опасности о ней было известно всем. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов. Местное время.